Субтитры сделал DimaTorzok А это значит, что я должен вам как минимум вторую часть И что ж, встречайте Все грехи второго сезона Атаки Титанов или Вторжения Гигантов Под всеми грехами я подразумеваю все нелепости и тупые моменты Которые удалось мне найти при просмотре второго сезона СНК Состоящего из 12 эпизодов В данном видео вы не увидите ляпов Только противоречивые моменты и только сюжетные глупости Все выводы сделаны на основе моего сугубо личного мнения И некоторые высказывания, естественно, могут не совпадать с вашей точкой зрения Или вовсе могут казаться чушью В этом случае, пишите в комментариях все свои мысли И самое главное, подкрепляйте их чем-либо Не будьте балаболами, как некоторые индивиды, пишущие Что половина грехов высосана из пальца Их можно легко объяснить, при этом никак не подкрепляя свои слова Не надо так Так же, как и со второй частью Набираем 1000 лайков под этим видео И следующая часть, но уже по третьему сезону Не заставит себя долго ждать А если ты не смотрел первую часть грехов По первому сезону Атаки Титанов То ты можешь перейти на этот ролик По подсказке в верхнем правом углу А потом вернуться сюда Так же не забудь подписаться на этот канал И включить колокольчик Дабы не пропустить новые видео Но меня зовут Лайя Рава Мария Друзья Как же, жителям стен повезло, что кусок стены отвалился ровно тогда Когда данная часть стены была в темноте Отлетев она на минут 10-20 раньше Солнечный свет разбудил бы колосса И на парадизе началась бы вечеринка титанов Закат засейвил просто тысячи жизней С юга надвигаются многочисленные титаны Майк, напомню, обычный человек Унюхал приближение титанов Находясь за несколько сотен метров Или даже один километр от них Можете меня хейтить и говорить, что это Майк ему можно Но я, например, не могу учуять запахи даже за 10 метров Не то чтобы за 500 или даже за 1000 метров Да, это его способность Но очень странная способность Претензий бы не было, если бы она работала, скажем, на расстоянии в 100 метров Но никак на 1 километр Свет от факелов 100% должен быть виден издалека Особенно в такой темноте Однако здесь они удивленно увидели его лишь тогда Когда встретились нос к носу После слов, вот бы луна показалась Из-за облаков ровно за 2 секунды показывается луна Осветляя всю местность для разведотряда Вплоть до замка Утгарт Хм, хочу так же Вот бы на моем канале было миллион подписчиков Бро, не забудь подписаться на канал А так же поставить лайк По статистике 89% зрителей И подписаны на канал И это как-то неправильно Помоги мне набрать 15 тысяч подписчиков До конца этого лета Для тебя это всего лишь 2 клика А для меня лютая мотивация Большое спасибо Я заметила их Только когда вышла луна Я не заметила их в темноте А то есть шаги 10 метров хамбалов Ты тоже не могла услышать? Здесь есть башня, с которой видно стену Она в заброшенном танке на юго-западе Идем в замок Утгарт Ханжи тыкнула пальцем в небо И случайно со всем войском Отправилась в замок Утгарт Туда же, где и находился весь 104-й отряд Который так сильно нуждался в поддержке Напомню, никакой информации о том Что именно там они будут находиться Нет Они нашли этот замок По загадочному стечению обстоятельств 104-й отряд Потому что он первый попался им на глаза И им нужно было место для отдыха Ханжи с Эреном и Микасой Потому что туда захотела Ханжи Совпадение? Консервы? Что это за буквы? Райнер удивился тому, что Эмир знает морлийский язык Может и не морлийский, но точно ему знакомый Но не удивился тому, что ее зовут Эмир Эмир положила начало всего в этом мире Однако об этом имени не могли знать в пределах этих стен Так как у элдийцев на Парадизе не осталось знаний о внешнем мире И о своем прошлом Следовательно, человек с данным именем Точно бы выделялся среди всех остальных жителей стен Думаю, за это время можно успеть стать титаном и спастись Случайным образом, Эмир оказалась в нужное время и в нужном месте Чтобы подслушать историю про Кристу Лэнс Что в 104-м корпусе были двое родом из той же местности, что и она Райнер Браун и Бертольд Хувер Ну как можно было так лохануться? Зачем Эйни, Райнеру и Бертольду указывать одно и то же место жительства? Ведь в случае разоблачения одного воина Под подозрение попадают все Это же очевидно По идее, от такого большого количества камней Лицо Эйрона должно было превратиться в решето Но ни один камень так и не коснулся его физиономии Какая была вероятность того, что Эйрон захватит Райнера Прямо под колоссом Который впоследствии поспособствует захвату Егера и их побегу Один на тысячу Эйрон сделал захват Райнера прямо под колоссом А не в любом другом месте Разведотряд догоняет бежавших Райнера и Бертольда Вместе с плененным Эроном Самое время поговорить о Эйни и чувствах к ней Куда делись Бертольд, Эйни и Райнер После того, как Эмир съела Марселя По факту, кто-то из них мог бы съесть ее и заполучить силу челюсти Это был бы просто идеальный исход И Маре не пришлось бы терять боевую единицу Но нет Эмир стала челюстями, а от отряда и след простыл Порошок сотру Каким образом Бертольд не заметил летевшего на него Эрвина Он же не с луны свалился Здесь без шансов для Армина и Жана Однако, нет За все это время, пока он пытается дойти до них Эррон успевает подождать, пока Ханес расправится с Титаном Пока Ханеса съест этот Титан Пока он поплачет Пока он активирует силу Пока он убьет этого Титана И за все это время Титан так и не успел дойти до Армина с Жаном и съесть их Все это время Титаны просто стоят на одном месте и ждут, пока Эррон и Микаса наговорятся Без контакта с Королевской Кровью Эррон смог управлять координатой, приказав Титанам напасть на Райнера Возможно, после контакта с Королевской Кровью способность остается на время Однако, на данный момент никакой подтверждающей информации по данной обилке нет Они только сейчас поняли, что все Титаны это люди Хм, а ничего, что Эррон, Бертольд, Райнер и Мир, Энни, будучи людьми, превращались в Титан И также были на них похожи Думаю, это было логично Вот и закончились все найденные грехи второго сезона Атаки Титанов Напоминаю, тысяча лайков и выходит следующая третья часть по следующему третьему сезону Пиши в комментариях свое мнение насчет данного видео Также не забудь поставить лайк на это видео Подписаться на канал и написать в комментариях Грехи атакуют Ну а ты был на канале Лайра Абамария Друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok